один из новых курсов которые мы раньше проводили для заказчиков внутри проектов сейчас мы думаем это вынести именно как курс для большой аудитории курс называется введение сайтаир артем савельев но я за него расскажу он ведущий этого курса он имеет опыт нескольких уже десятков проектов паспортизации создания этих тех карт ну и мы решили обобщить рамках такого обучающего процесса ну во первых да я думаю что вы все кто занимался автоматизации цифровизации или только собирается ставили себе эти цели что чтобы система заработала информационные надо сделать паспортизацию оборудования нам необходимы нормативы этих карт на таир и очень много проектов они собственно ломаются на том что данные некорректно собраны не так не в полном объеме есть много замечаний это курс про это то есть общих принципах создания этих элементов справочника я думаю опять-таки если взять ваши базы данных и сравнить они будут разные по уровню детализации по уровню значит количество атрибутов которые описаны на единицу оборудования о целях и задачах они будут разные то есть соответственно вот это вот многообразие проектов оно нас приводит к тому что необходимы какие-то общепринятые общепромышленные стандарты именно этих процессов опять-таки есть иногда полное непонимание да частичное кто должен заниматься этими справочниками кто должен колотить данные в систему кто должен собирать эти данные в рамках курса у нас там есть блоки вопросов именно организационных как построить процесс кто поддерживает эти справочники кто ведет данные как раз мы один из слайдов с этого курса показываю на экране опять-таки опыт физической паспортизации нас привык тому что мы либо документы обрабатываем то есть берем какие-то чертежи схемы начинаем переносить таблицы либо физически ходим на объект но и так или иначе вот наш опыт проектов по паспортизации все она заканчивается всегда согласованием то есть счастливые заказчики видят распечатки этих таблиц ну соответственно понимают что работа по паспортизации проведя эти данные можно грузить систему то есть это вот цикл от документов до загрузки в систему он достаточно может быть большой трудный и мы как хотим поговорить об этих процессах как их выстраивать правильно есть всегда такая дилемма то есть надо ли собирать данные скажем так каких-то грязных так называемых базах данных либо сразу колотить информационные системы опять-таки в рамках курса мы показываем плюсы и минусы этих подходов какие особенности паспортизации создания справочников в режиме первоначального массового сбора какие особенности в режиме так называемой поддержки helpdesk когда заявки на создание записи происходит разово третий момент пятки у нас аудитории разное есть и механическое оборудование есть электрическое оборудование есть протяженные объекты и скиповские приборы есть мобильная мы понимаем что от многообразия этого оборудования зависит от многообразия тех способов методов описания этих объектов в рамках нашего курса у нас заготовлены примеры скажем так на из нашего опыта паспортизации создания справочников более 50 классов оборудования где мы с конкретными ими слушателями можем обсудить любой объект из их там системы язык технической документации ну и наши какие-то рекомендации в рамках описания неких сущностей для загрузки любой информационной системы у нас есть свои понимания то есть как мы строим эти кирпичики по построению иерархии по построению как раз системы и позиции соответственно в рамках практических упражнений мы каждый этих блок каждый кубик примеряем на конкретное технологическое оборудование конкретном производстве содержание ну там классические нас элементы формирование иерархии оборудования то как строить цепочки от предприятия до болтов и гаек этого оборудования паспортизация то что паспортизация какие атрибуты необходимо собирать для каких задач каких целей сейчас ну как сейчас их всегда заявляли то есть некие системы автоматизации поддержки nc у нас есть свои наработки мы работаем с мдм системами которые позволяют облегчить труд вот этих самых сборщиков данных и обеспечить унификацию и стандартизацию тех данных которые нам необходимы ну отдельный скан так философский у нас вопрос это нормативы то есть где брать информацию по тех картам до какого уровня описывать эти операции мы тут уже исходя из своего опыта наработали большой массив разных решений которые в режиме обучения то есть возможных вариантов реализации этих проектов готовы донести до ваших проектных команд там на любом уровне самый большой проект у нас был это монтагозский комбинат там была разработана точно их никто не считал на около полутора миллиона тех карт то есть после этого нам любые проекты не страшны когда полтора миллиона тех карт грузится систему это зрелище не для слабонервных ну да дальше краткие анонсы какие блоки тем опять-таки по иерархиям это какие виды иерархии бывают они бывают процессные организационные географические опять-таки вопрос правильного выбора иерархии он зависит от этой цели для которой вы эту иерархию строите то есть очень много проектов они не стартуют потому что не договорились какая же иерархия нужна есть механики есть электрики есть технологи есть финансисты вот попробуйте не поговорив с ними построить правильную иерархию например оборудование если получите четыре разных иерархии паспортизация да это вот казалось бы простая задачка взять паспорт переписать название модели и атрибуты и вот вам пожалуйста паспортизация на самом деле у нас документы выпущены в разное время разными производителями для разных задач соответственно унификации в этом документе никакой от нас айтишники требуют некой унификации там тех же атрибутов название модели опять-таки это необходимо понимать какие принципы для этого существуют второй момент когда не было никогда паспортов у нас был случай в ангарске нам достался ну как достался мы реально описывали компрессор на котором свастика немецкая была да то есть какого-то 30 какого-то года выпуска он работает на нем стоят ртутные термометры соответственно какая модель этого компрессор есть целое предприятие которые ну здесь есть проблема отсутствия документации надо дать какие-то простые правила как можно эти объекты закодировать и занести систему для удобства их планирования опять-таки это внутри этих кейсов которые мы вам предлагаем будем предлагать в рамках этого практического курса по энце и по поводу да техкарте рассказал там был вопрос по ммк нам принципе все равно в какие системы грузить на ммк это был оракал других компаний сап 1с инфор то есть мы говорим о том что принципы формирования этих самых шаблонов нормативов они общие а технические особенности реализации там в системах это вопрос уже к айтишникам у нас есть решение которое позволяет именно алгоритмы и программные решения скажем так которые позволяют массово собирать этих карты но по сути в неограниченном количестве как раз сейчас мы эти же наработки применяем на наших проектах есть вариант это посадить механика и сказать ему ну вот ты же знаешь оборудование давай колоти себе техкарту на выходе получите столько вариантов тех карт сколько механиков и их особенности их там восприятие оборудования на производстве это для цифризации для аналитики но по сути не подходит как раз да есть в мире они есть в нашей стране постепенно реализуются это именно автоматизация разработки и поддержки инсы для taer совсем нетривиальная тема когда нужно полтора миллиона тех карт сделать за четыре месяца такую задачку решали мы с использованием неких автоматизируемых процедур как я говорил что проекты от нас ждут быстрые купили систему давайте-ка мы туда данные под загрузим и через четыре месяца мы хотим видеть бюджет на taer на год попробуйте эту задачку решить своим механиками да то есть вы скорее всего не выполните за четыре месяца либо она будет ну некорректно собрана вот некие особенности таких проектов мы как раз на этом курсе артем нам и рассказывает для кого нужен но опять-таки нужен для опять-таки мое мнение что заказчик этих данных это специалисты по планированию по надежности поскольку они отвечают за эти процессы этот же курс полезен тем руководителям которые стартуют такие сильные цифровые проект в области управления taer активность они должны понимать с каким массивом данных они столкнутся поскольку не все оборудование оснащено датчиками не на все оборудование из 3d модели не на все оборудование поставщики нам дают хоть какую-то документацию для этих категорий специалистов руководители мы обычно и позиционируем такие наши курсы привет я мультяшный робот простоев нет мне поручили рассказать о нашем новом курсе разработка nc и для taer если вы непосредственно занимаетесь созданием системы nc и или поддержкой справочников для различных систем осу taer а также если вы руководитель которому важно понимать процессы сложности и трудоемкость проектов по созданию и поддержке бдо и бдн то этот курс для вас программа курса состоит из четырех учебных модулей и рассчитана на 16 часов обучения на курсе вас ждут мастер-класс разработки тех карт практические задания 35 примеров описание оборудования курс проходит онлайн на нашей платформе sdo простоев нет вы можете учиться с любого устройства с телефона планшета или компьютера все что вам нужно это доступ в интернет в рамках курса вы освоите практические методики которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях вы познакомитесь с конкретными проектами taer от простоев нет которые реализованы в россии и снг по окончании каждого учебного модуля вас ждет практика и тестирование а по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат чтобы задать интересующие вас вопросы и оставить заявку на курс переходите по ссылке под этим видео до встречи на курсе